Публично хочу довести до всех присутствующих. Мною принято кадровое решение, и вы втроем направляетесь на не то, что особо опасные участки, но очень ответственные участки нашей страны в связи с теми событиями, прежде всего, которые произошли. Но они еще не закончены, мы еще не знаем, во что это может вылиться. На новые участки работы. Почему вы? Вы люди военные. Вы люди осведомленные, вас не надо учить. Ваша задача, поскольку вы назначаетесь на должности помощников президента Гродненской, Брестской и города Минска, знаете, что это за участки работы, но, Наталья Ивановна, надо подготовить вместе с ними и усовершенствовать нормативно-правовую базу, касающуюся помощников, потому что полномочия их будет значительно шире. Я не хочу сейчас конкретизировать их экспромтом, мы об этом еще должны поговорить, но традиционно остаются кадры на этих направлениях, подбор кадров, естественно, вместе с губернатором и контроль за деятельностью кадров, полностью, всех кадров в области, от председателя сельского совета, руководителя предприятия до губернатора. Но по подбору и другим вопросам социально-экономического развития, конечно, это очень тонкая работа, у них опыт есть, это работа с руководителем региона, Брестской области, Гродненской области и города Минска. Поэтому контакт с губернатором – это очень тонкая работа, и я абсолютно убежден, что, имея такой опыт, который у них, они это смогут сделать. А также надо выработать систему работы помощников с президентом. Один раз в месяц, один раз в два месяца, квартал – это они должны предложить. Это не должны быть посиделки, и помощники от президента не должны быть отрезаны. Текущая работа в администрации президента с главой администрации, как это было установлено при вас. Вы это знаете, поэтому помогать в этом плане будем.